Всем доброго здоровичка! В этом году решил чуть-чуть поэкспериментировать с малиной, причем с малиной ремонтантной. Малина, кто не в курсе, ремонтантная, это малина, которая плодоносит во второй половине лета или в конце лета и до самых морозов, то есть когда уже обычная малина давно отошла. Причем я посадил в этом году совсем немного, по 10 кустиков, два сорта малины. Первый сорт это Джоан Джей, о нем я уже снимал видео, точнее об этих кустах, о моменте получения посылки. И посадил я эту малину Джоан Джей приблизительно в 10 числах марта, по состоянию на сегодня, сегодня у нас 27 апреля. Она выглядит вот так, вот один из кустиков, скажем так. Вот черненький, это кустик, который попал под утренние заморозки, у нас было там до 2 градусов даже мороза, но не смотря на это, куст выглядит довольно... Ну куст, это куст, я так с натяжкой уже говорю. Кто смотрел видео, видели, что черенки малины были довольно большие. Я их срезал практически под ноль, оставив только одну почку. И, например, вот из этого кустика, из почки, вот и растет, видите. Но, несмотря на это, есть уже ростки, которые идут уже новые, вот там. Сейчас я вам покажу. Так, это сорняк. А вот это уже новый кустик будет. Новая веточка, хорошо. Вот один, вот другой куст будущий, вот тоже. Здесь почка не проснулась, ничего нет, но зато есть новый росток. Вот он растет. То же самое, например, здесь, смотрите. Вот даже здесь будет 2 ветки. Вообще, честно говоря, меня поражает сила роста вот этого ремонтантного сорта Джон Джей. Ну, правда, были кусты очень хорошие изначально. И вот уже по состоянию на сегодня, вот почка проснулась. Даже это не почка проснулась, извините. Здесь даже идет, вот один будет, одна ветка, вторая и третья. Это вообще, конечно, класс. Вот еще, здесь тоже почки не проснулись, но зато идет какой-то рост там внутри. Так, вот еще тоже здесь очень много. Не могу понять, что здесь. Пока что три тоже ветки, по-моему. Раз, два, там три. Может быть даже и четыре. Здесь аналогичная ситуация, почки. Да, проснулись, и меня не видно хорошо, что это. А, это будет одна веточка. Здесь тоже самое, одна веточка. Вот это сорняк, убрать. Опять. Веточка. Две. А, почка и веточка будет. И здесь. Так, что здесь? Почка и три веточки. Очень хороший вкус, сильный. Второй сорт, который я посадил, это полка. Правда, я немножко не уверен в том, что это полка, потому что как-то мне продавец не уверенно все рассказывал. Ну, в конце концов, посмотрим. Кстати, кто опять же не в курсе, что такое ремонтантная малина, и чем она отличается от обычной малины. Все очень просто. Обычная малина, например, вырастает. Вот, начинает расти. Вырастает веточка, и она благополучно зимует. То есть, перезимовала, и на следующий год на ней уже зацветут цветы и появятся плоды. У ремонтантной малины все по-другому, намного быстрее, более форсировано. То есть, вот сейчас растут веточки, да? Эти веточки вырастут. Во второй половине лета, или там, когда наступает срок, они зацветают. На них появляются плоды. Отплодоносила ветка, и ее в конце сезона, поздно осенью, срезают под ноль. И на следующий год все повторяется. Опять растет новая ветка, плодоносит, срезается. И так каждый год. Ну вот, полка, вот так выглядит. Тоже что-то здесь растет. Один, два, три. И почка проснулась. Здесь пока что проснулась только, как видите, почка. Снизу я ничего не вижу. Ну, здесь есть сорняки, смотрю. Но я просто не хотел ничего здесь удалять, потому что боялся, чтобы не повредить непосредственно саму малину. Вот, несмотря на тот факт, что я вот эту полку поехал к продавцу, выкопали мы. Я ее привез и сразу посадил. Вот здесь почему-то ничего пока что не наблюдаю. Почка как бы вроде бы проснулась, но вроде бы и нет. И снизу ничего не пробивается. Вот один такой кустик у меня есть. Второй такой кустик у меня есть. Тоже ничего нет. Вот сорняки, как видите, растут, а малина сидит. Вот еще одна полка. Ну, пока что, я так думаю, что полка растет. Здесь тоже. Смотрю, кто-то мне так нагнул ее. Но здесь уже что-то пробивается. Один, два, три. Хорошо. Здесь проснулась почка. Здесь проснулась почка. И смотрю, что-то там тоже внизу. Раз. И там тоже пробивается. Хорошо. И еще одна полка. Почка проснулась. Но как-то слабенько. Но одна, две. И там что-то еще три. И возможно даже четыре. Одним словом, сила роста поражает. Ну, вот, собственно, такой вот результат. Я думаю, что я и дальше буду снимать. Показывать вам, как растет эта малина. Вы будете тоже следить, как и я, за процессом ее роста и развития. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok